Доцент университета Лобачевского борется с университетской цензурой в суде. В последнее время в университете вспыхивают скандалы от обыски ФСБ. То окажется, что преподаватель выращивает в своей квартире галлюциногенные грибы, то скандал с вакцинацией. После этих событий ректором Еленой Загайновой был издан приказ, который запрещает сотрудникам вуза общаться с журналистами без согласования с пресс-службой. Преподаватель юридического факультета Михаил Белов решил отстоять свое право на свободу высказывания. И подал в суд. Сегодня было первое заседание. На мой взгляд, это нарушает, прежде всего, Конституцию. Так как она гарантирует каждому право свободно выражать свое мнение, если это не является экстремистскими националистическими высказываниями. Мы не даем комментариях. Как относитесь к иску вашего? Мы не даем комментариях. А почему? Ну, наш коллега пояснил вам по поводу приказа, который действует в университете Лобачевского. Это, во-первых. Во-вторых, это мое личное убеждение, что все комментарии я буду давать только в рамках судебного процесса, а не средствам массовой информации. Николай Николаевич считает, что это все-таки цензура. А вы что думаете по поводу этого приказа? Девушка, я вам сказала, что комментариев мы не даем. Аналогичная позиция. Я не имею смысла повторять, я думаю, слово в слово. Скажите, пожалуйста, почему уважаемый преподаватель с многолетним стажем должен согласовать свои комментарии? Вы нас совсем не слышите. В этом приказа здесь какая-то преамбула в целях формирования имиджа университета. Вот такая громкая фраза в целях поднятия авторитета университетной. Но, на мой взгляд, заставить меня закрыть рот – это не есть лучший способ поднятия имиджа. Все научные открытия, например, Эйнштейна, Ютона, они у нас связаны с резко ортодоксальным, то есть с резко отличительным мнением от общепринятых дедов науки. Даже Николай Иванович Лобачевский, чью им, носит наш университет, он предложил вообще принцип неэвклиблой геометрии. Поэтому затыкать людям рот и тем самым пытаться укрепить собственную власть в университете, на мой взгляд, ну, недостойно ни ректора, ни нашего возраста. Кстати, сам Михаил Белов после подачи искового заявления в суд работу потерял. Университет с ним контракт не продлил. Как он говорит, другие преподаватели его поддерживают, но делают это тайно. Открыто свое мнение высказывать боятся.